Кто-то занимается спортом, кто-то ходит по ночным клубам, ну а кто-то рассказывает о том, как он занимается спортом и ходит по ночным клубам. Это Стэндап, и мы продолжаем! Наш следующий комик никогда не служил в армии. Ответ прост, потому что он — это она. Встречайте Полина Голованова на Стэндап-шоу! Полина Голованова — верная жена. Ответственная мать и просто милая девушка. Но не дай бог вам встретить Полину на Стэндап-шоу. Только здесь ее называют «Беспощадная блестящая пилотка». Берегитесь, парни, пощады не будет. Здравствуйте, здравствуйте, друзья! Сегодня я хотела поговорить с вами о животных. Ну, вообще, животный мир очень интересный. Согласитесь, многие его любят изучать. Многие смотрят за своими питомцами. Некоторые смотрят программу «В мире животных». Я лично наблюдаю за мужчинами. Хочу поделиться с вами выводами, которые я сделала. Во-первых, мужчины абсолютно безэмоциональные существа. Серьезно, если вдруг вам на телефон приходит смс-ка, допустим, «Любимая, я хочу прожить с тобой всю жизнь, умереть в один день и буду любить тебя вечно», это означает, либо он пьян, либо он только что переспал своей лучшей подругой. Согласен, мужчина засмеялся. Я понимаю вас. И вот когда мы узнаем, что он пьян, мы очень радуемся. В этот момент мужчина думает, «О боже, он так радуется, когда я пьян, надо чаще пить». Согласитесь, это странно. Мужчины очень заботливые существа. Вот, например, когда мы идем куда-нибудь в кафе с девочками, с подружками, они обязательно подойдут и скажут, «Эй, не нарвитесь там на дебилов». Но когда мы подходим к ним, говорим ту же фразу, он говорит, «Малай, успокойся, а с друзьями?» У меня есть два варианта. Либо он знает места, где нет дебилов, либо второй вариант, он просто с этими дебилами идет. Мужчины через какое-то время, когда мы с ними уже в браке, лет через пять начинают воспринимать нас как друзья. И идя, допустим, с мужчиной по городу, уже с мужем, он может спокойно сказать фразу, «О, я бы ей вдул». Мужчины, вы понимаете, что первый мужчина, который сказал эту фразу, скорее всего, общался с резиновой женщиной. Но вы, тем не менее, упорно повторяете эту фразу. «О, я бы ей вдул, я бы ей вдул». Вы знаете, было бы намного проще, если бы муж приходил домой и говорил, кому бы он не вдул. Ну вот, например, он приходит и говорит, вахтерши и продавщицы. «О, спасибо, сэкономил полтора часа, через зубы ложись спать». Согласитесь, было бы удобней. Мужчины отлично разбираются в технике. Ну, к примеру, допустим, он может спокойно подключить DVD, кабельное телевидение настроить, но они никогда это не могут сделать без нас. Вы знаете почему? Потому что мы должны найти пульт. Мужчины абсолютно справедливы. И они нас часто отправляют в спортзал, чтобы у нас были классные сиськи. В это время они сидят на диване и пьют пиво. И в какой-то момент мы уже начинаем соревноваться, у кого сиськи больше. Давайте скажем правду. Мужчины рассеяны. Они абсолютно рассеяны. И сняв со своих ног две тряпочки, они никогда их не могут найти. Нет, конечно, один носок они найдут. Но вот второй. Именно поэтому, дорогие мужчины, мы настаиваем, чтобы вы сексом с нами занимались без носков. Потому что вы тогда точно не уйдете. И мне кажется, это правильно. Мужчины несколько жадны. Ну, давайте скажем прямо. Если приглашает нас мужчина в ресторан, то он, соответственно, сразу делает проекцию на секс. То, что ты съел, какой будет секс? Ну, вот, например, девушка приходит в ресторан с мужчиной, и она говорит, нет, спасибо, я не голодна, можно мне латте. Что это означает, девушки? Это означает, что мы обязаны им хотя бы поцелуй около подъезда. Если девушка съела, например, салатик «Цезарь», то тоже поцелуй, но уже дома и немножечко ниже. Если вдруг мы заказали бюстштекс, то это означает полноценный секс. Девушка, никогда не заказывайте лобстеров. Давайте скажем прямо. Мужчины абсолютно заурядны. Ну, согласитесь. Мне кажется, потому что весь их креатив уходит на придумывание прозвища своему детородному органу. Ну, я думаю, многие девушки слышали, например, такую фразу. «Эй, знакомься, это Алекс-младший». Или, например, «Эй, привет, это джуниор». Или, например, может быть просто «Эй, привет, это малыш». Знаете, мужчины, о чем мы в этот момент думаем? Джуниор? Малыш? О, боже, есть надежда, что он вырастет? Дорогие женщины, помните, что с мужчинами надо обращаться как с собаками. Но, правда, собак бить нельзя. Спасибо большое. Полина Голубанова в стендап-шоу. Единственная девушка, между прочим, в нашем мужском коллективе. Но с Михалайзеру наплевать. Это стендап-шоу на новом канале. 50 тысяч гривен за самое смешное выступление. ПОДПИШИСЬ!